так человеком нам в принципе там становиться уже наверное нет смысла только если для коопа ладно давайте встанем так не забываем сменить колечко иначе поджоримся на этот раз уже давайте пробежим всех этих мобов не будем убить все равно там ничего особо интересного нету или один нас подожжет все-таки шушь такое умри относительно спокойно пробегаем заходим сюда движим тут поднимаемся данный зелюбоба опять тресается ничего не роняет мы тем временем значит вот если сойти сюда точнее не если а мы сейчас сюда и сойдем и но сейчас сейчас закончим с этим демон надеюсь у нас в этот раз не убьют все-таки мы убьем его и после этого я вам покажу там определенные айтемы как видите он еще и агрится очень далеко часто чувствую меня начнет кидать чем-нибудь нехорошим или просто сиганет чтобы убить меня тоже вариант что ж таки попал вот что это такое как-то у нее так порой эти атаки их абсолютно непонятно как они работают читер елки-палки этой атаке старые рекомендую всегда уворачиваться как можно сильнее и быстрее о да корень долбанная ветка так ладно хрен с ним пробежим сейчас мимо него и все а то это тут надолго застрянут я помню я еле-еле долбил его своим билдом танка который был непробиваем просто этим ушел и вовсе смысла нету а блин так тут про гантом сейчас еще на боссе буду умирать фиг знает сколько раз кстати говоря хотя посмотрим может получится не умереть босс какой-то до того странный следующий я до сих пор не уверен что такое как-то работает как нужно бить правильно это зрительная стена нет нормально все с ним если умереть боссе так так пробегаем тут так в этот раз забираем свои души и просто пробегая не хочу я с ним биться явно больше на удачу чем на скилл ну или на скилл который меня пока что такого скилла нету поэтому просто пройдем сейчас он нам чувствую попу пальник чем-нибудь для уже собирается явно надеюсь не попадет ну вот там и оставайся здесь у нас слизнячок эти эти отлично так здесь у нас наши старые знакомые и сейчас тут будет еще один наш старый знакомый если мне память не изменяет похоже что память мне все таки изменяет так ладно я пока что не буду вам спойлерить ничего мало ли может и я что-то ошибаюсь но по идее ну ладно короче говоря смысл в чем когда я последний раз тут проходил здесь сидел на целый на найти салере был такой вот паразит и на и целый рассказал что он нашел свое призвание в жизни и после этого кидается на нас с оружием в руках после чего мы его благополучно убиваем ну не знаю может потому что я не убил демона или можете еще почему и кого знает ну да ладно сейчас дубль 2 по поводу пробега данного демона с этого демона зачем он нужен в идеале чем он полезен именно с него падает титанит чанг более того это где он всегда резается то есть если вы убили сели за костер опять ресницы это вот огромный плюс данного демона не обращай на нас внимание дружок мы тут так проходом что выслеживаться не хотим о везло так вроде бы все стало столько теперь от этих ребят избавиться сходить еще кто-то сюда нет так это мы все убиваем значит теперь что насчет секретных этих айтемов сейчас я вспомню где они были значит тут мы как видите больше они не реестуются эти зели бобы теперь тут тут у нас тут у нас вот вот он проходик этот вот здесь мы как бы спрыгиваем вниз можно спрыгнуть вниз вон туда там у нас соответственно будет сейчас посмотрим что здесь у нас soul of hero теперь идем сюда и вот тут еще один item если я не ошибаюсь это рэнков сакрапайс и даже не взял ладно фиксим он там ничего особенного если что-то там особенное будет мы туда обязательно вернемся что-нибудь не обязательно напишет в комментариях я надеюсь так ладно все пойдемте бить босса босс неприятный крайне хотя бы потому что я на нем как минимум один раз всегда умираю при том что самое интересное это часть его убийство этого босса это умирание периодическое значит что нам сейчас надо будет сделать нам ну в идеале конечно стоило бы здесь быть человеком то что обычно в день тут тут рисуют знаки призыва но не судьба поэтому так что нам надо что надо значит я предлагаю надеть а нечего надеть печально это не звучало в принципе это колечком это очень понадобится ну ладно погнали значит тут такой страшный спуск вниз на всякий случай сделаем great magic фаном метод на сами не особо понадобится потому что здесь как бы самим боссом вы не деретесь но сейчас сами все увидите и поймете такой вот босс вот не пойми что значит что мы тут делаем нам нужно добежать до двух данных купола данный босс по нам сейчас будет очень больно бить а я ей вот как сейчас значит тут мы стараемся порваться сюда как можно сильнее и дальше нужно уничтожить вот эти самые ветки вот я по одной наконец попал что-то происходит как бы мы убиваем ну назовем это одним из его сердец и ему становится то немножко плохо пока вы стоите здесь если я не ошибаюсь вы относительно в безопасности поэтому у вас здесь есть время отхилиться а дальше ок елы-палы все начинает рушиться чертям собачьим значит идите всегда по вот этому ободку видите на полу при этом босс вас постарается с него скинуть как только что меня вставайте хильтись продолжайте катиться бежать катиться как угодно вам нужно добежать до второго купола и как видите у меня это не получилось вот она первая смерть теперь что любопытно почему я сказал что смерть это часть убийства босса вот это первая первый купол который только что разрушил он теперь так и остается разрушенным в этом так сказать вся соль может так выразиться данного босса что даже если вы умираете если вы хоть что-то успели ему разбить то это так сказать смерть не зря но на самом деле это еще не самое сложное что будет я надеюсь у меня последний финт получится с первого раза если нет то печально ну сейчас поймете о чем я говорю идем сюда снимаем колечко одеваем наше любимое не бежим опять встречу смерти то есть отличительной чертой данного босса является то что грубо говоря вы ни с кем там не бьетесь самого босса вы тоже не атакуете зато босс бьет вас еще самое обидное на этом боссе это то что иногда получается так что душа остается и прямо под боссом ваша и таким образом вы не можете ну или не не можете пытаетесь ее забрать из-за этого опять умирает либо умираете еще до того как вы успели ее забрать что совсем печально у меня там сколько там всего 60 штук прилично так что не хотелось бы это потерять видите одного купола нету душа моя вон аж где придет сейчас за ней пробежаться частично полки что также остается разбитым как вы видите я тем временем пытаюсь не умереть да что ж ты будешь делать вот кстати говоря если у меня сейчас было рынков сакрываясь я бы мог бы сейчас его одеть умереть используйте эти души и после этого не тратить мое и ваше время на такую фигню но нам придется так сказать помучиться немножко с этим может конечно просто пойти и взять то что выживаешь а где-то он лежит но также есть шанс того что я ошибаюсь и там на самом деле лежит не рареньку сакрывайс ну в принципе давайте попробуем посмотрим данного босса вот начиная отсюда грубо говоря я бью во второй раз наверное если быть точным или в 3 или 2 то ли в 3 более того данных боссов я в отличие от остальных боссов я никогда не смотрел какое-нибудь прохождение на них поэтому я так сказать сам для себя открывал как их убивать поэтому если вы вдруг вам вдруг покажется что мой уровень игры в dark souls резко понизился то это по понятным причинам так я пришел вообще по моему и не туда пошел определенно так все хрен с ним я очень нетерпеливый в этом плане тратить на это время еще совсем не охота кстати говоря давайте знаете что попробуем давайте попробуем блокировать его атаки я сомневаюсь я конечно их выдержу но мало я может все таки выдержу это лучше чем на удачу ролиться стараться не умереть в этом случае выпьем одну фасочку и погнали серфер или что-то вроде так опять стараемся сейчас забрать все-таки души свои для начала жим с поднятым щитом на выдерживаю правда чувство у меня такое ощущение что ну точно первая вторая а вторая так и сейчас нет повезло тут не особо повезло пилимся быстрее 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 вот как то так видите он делает сначала левой лапой потом правой лапой или бьет сверху чуть не столкнул здесь лучше просто катиться вперед стараться во всяком случае это делать проходим вот так проходим и есть теперь самое сложное теперь что нам надо сделать нам надо стараться добежать до так это что такое что происходит нам нужно добежать до центра а именно вот тут ай-яй-яй 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 вау что меня ударило вообще я даже понять не могу значит перед ним сейчас должен будет валиться пол единственное меня сейчас терзает очень один вопрос он у меня обвалится до того как я про него пробегусь или перед этим потому что если до того то высок шанс того что я просто провалюсь в пропасть босс конечно очень мерзкий я думаю вам не особо будет интересно смотреть на моё прохождение данного босса и есть явно получше но честно скажу ничего с ним поделать не могу так сказать данного босса я просто не представляю как его правильно бить поэтому такие вот дела можно было бы конечно сделать более грамотно и опять одеть хэйвол с ринг и хэйвол с армор и так далее и так далее или как минимум хотя бы вот это колечко сейчас посмотрим в в в в в в в в в Правая, а не слева в этот раз. Теперь у нас тут... А, нет. Еще что посередине. Это хорошо. Отбираем их. Левая атакует. Вау! Значит, не угадал. Опять. Флокируем. Так, вот он. Вот он у нас упал пол. Нужно успеть разбежаться. И прыгнуть. Аааа! Фак! Наверное, проще будет, если я эти части буду вырезать. Эть! Не забыл. Аааа! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погнали дальше Разбегаемся и прыжок Есть Прыгаем тут Прыгаем, прыгаем, прыгаем Вот он, собственно Весь босс Вот, блин Ну да, конечно Давайте посмотрим на него Он нас при этом убьет пока что Фух, все, наконец-то Все, с этим мы закончили Мы получили все души У нас теперь 100, сколько? 125 тысяч Неплохо, неплохо Я предлагаю сейчас Апнуть наши левелы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поэтому Это все бы крайне сложно сделать Так Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok